Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Архитектура в загоне. Депутаты Гордумы поддержали структурную реформу мэрии Саратова. Законодательный тупик. Как проводить капремонт в домах-памятниках? Поколение жесть. Убийство в Ленинском районе всколыхнуло областной центр. Дорожное подкрепление. Со среды в Саратове заработал сводный отряд ГИБДД. Структурной реформе мэрии быть так решили депутаты Городской думы на очередном заседании парламента, которое состоялось в четверг. Страсти вокруг перераспределения полномочий между двумя комитетами по управлению имуществом и комитетом по архитектуре и градостроительству кипели больше недели. Против изменений, предложенных Михаилом Исаевым и его замом Антоном Корнеевым, выступали представители депутатского корпуса архитектурного сообщества «Эксперты строительной отрасли». Их аргументы в итоге услышаны не были. Комитет по архитектуре отстранен от принятия решений, связанных со строительством. Структура, которую возглавляет Виталий Желанов, главный архитектор Саратова, по сути превращена в декоративный орган. Основные полномочия его передали Комитету по управлению имуществом. 30 голосов за, двое против. Таков итог голосования по вопросу, который еще неделю назад часть депутатов называли для Саратова судьбоносным. В четверг проект структурных изменений вынесен на обсуждение уже всего депутатского корпуса. О предстоящей реформе снова говорит один из главных ее бенефициаров Антон Корнеев. Снова по бумажке, снова произносит уже знакомые тезисы. Все делается на благо народа, сократится срок рассмотрения документов, будет одно окно. К этим аргументам изначально были вопросы. На заседании их озвучил Адель Славутин. Но внятных ответов снова получено не было. У меня вопрос следующий. Что мешало в нынешней действующей структуре осуществлять все эти полномочия, также без задержек, исключительно нежелетностные, как вы говорите, креписки и так далее. То есть есть ли у вас совместная база какая-то общая для того, чтобы людям не приходилось выговорить про единое окно? Оно осуществляется просто. Тот орган, который обращаются, является единым окном. А информообмен между структурными подразделениями мэрии – это проблема мэрии, а не проблема граждан или обращающихся организаций. Поэтому мой вопрос у вас стоит. Что мешало и мешает осуществлять полномочия сейчас? Почему у них задержки документов? Сроки не выполняются. Ничего не мешает и не мешало. И сроки прохождения документов у нас выполняются. Но для оптимизации и для улучшения прохождения документов мы приняли такое решение. Вновь громко о своей позиции заявил депутат Олег Комаров. Парламентарий реформу не поддерживает. Я часто, когда ругаю чиновник в городе Саратов и другого уровня, говорю, что нужно быть профессионалными, компетентными люди об этом вопросе. А не поступать так, что принимаем решение, а потом люди слиются и говорят, о чем они думали, когда принимали решение. О чем говорят население. И основная проблема – глубочайший уровень недоверия населения к чиновникам города Саратов. Дальше. Понятно, что когда этот вопрос рассматривали, я обратился к людям, которые разбираются в этом вопросе. Ну вот я обратился, значит, по телефону президента архитекторов России Николая Ивановича Шумакову, президента Академии архитектуры России Александра Викторовича Кузьгину. Ну куда еще больше, что с люди, которые это на вопросе разбираются. То есть вот, и они дали оценку. Они письма нам пришли на понедельник на оценку вот этого решения. Дальше. Ну люди же не просто говорят о том, что Мира Дом-4 в моем округе, это бывшие как раз архитектуры, ветераны, они в этом доме живут. Так они и говорят, что мы это уже проходили много раз, и это придет к иностративному произволу и размыванию, конечно, чиновничьего аппарата. Это всегда так было, будто сейчас. Следующий момент, когда население много чего жестко говорит, и в коем счете не говорит, что считают, что уравнение, а именно единое окно корнева равно коррупции. Она уже сейчас там коррупция летает везде, но мы сейчас усилим ситуацию. Поддержка реформаторам пришла с противоположного от Олега Комарова фланга. Депутат Александр Ванцов вроде соглашается с аргументами своего оппонента, но предложенные изменения будет поддерживать. Объяснение простое. Мы два года назад оказали мэру доверие. Олег Александрович, насчет мнения жителей я пока не могу ничего сказать. Комиталий, да, в основном негативный характер. Дело в том, что два года назад, Александр Ванцович, и вы в том числе, вы голосовали за Михаила Александровича, писали. Ему оказали доверие. Вопрос. А у вас что, сейчас доверия нет? Ну, по крайней мере, я сам себе этот вопрос задаю. Да. Так если у вас доверия нет, тогда нужно обосновывать какие-то образы. Я с вашей стороны пришлют на той неделе. Так вот, на следующей неделе. Какая следующая неделя? Мы через пять секунд должны принимать решение. Или туда, или сюда. Вопрос. А где же вы раньше были, Олег Раскальдинович? Так, далее. Ну, тут тише-то административный призвол. Административный призвол был, если будет. Почему? Потому что отдельные чиновники, да, они туда приходят только с одной целью. А мы с вами, в том числе, не можем им заслон поставить в этом вопросе. Так, ну, одно окно, значит, одна коррупция. Ну, коррупция она была, к сожалению, и есть, и будет. А мы с вами должны с ней бороться. Кстати, о мэрии. Градоначальник во вторник вернулся из недельного отпуска. Семь дней Михаил Исаев провел в Турции с семьей. Старт реформе был дан в его отсутствии. На заседании Думы мэр впервые публично озвучил свою позицию. По большей части это и есть, в принципе, сформирована градостроительная политика в рамках тех застройств, которые есть сегодня. Всю механическую работу мы выводим из этого комитета и переводим в другой, потому что они уже упакованы в системные вопросы. Нету творчества. И все любые изменения, хоть на одну сотку квадратных метров в городе, это будет проходить через ваше решение. Внесение изменений – это через решение городской думы. Если посмотреть, кто подписывает окончательные документы и какой пакет документов под последнюю подпись предоставляется, это профильный заместитель. И ничего не меняется. Он до этого подписывался, он и сейчас подписывает. Там одна пропись. Когда мы говорим про коррупцию, коллеги, ну вот сидит урор города Саратов. Вы понимаете, в каком режиме сейчас работает комитет по природу имущества и комитет по градостроительству и архитектуре. Последние полтора года. Когда мы говорим про коррупцию, если есть какие-то самоубийцы, наверное, они могут нарушить закон. Но это будет уголовная статья. Поэтому, когда мы говорим о каком-то изменении стратегического, там нет никаких стратегических изменений. Коллеги, я прошу поддержать это предложение. Вот перед вами выступал докладчик Корнеев Антонов Владимирович. Он и будет нести ответственность и с нас, и с двоих спросу, потому что мы вдвоем выходили с этой инициативой. Перед вами, перед горожанами, юридическими лицами. Мы считаем, что на сегодняшний день это будет не хуже, это будет лучше. Михаил Исаев не согласен, что структурная реформа была проведена стремительно. После заседания он признался, что не видел смысла в широком обсуждении вопроса. Это не стремительно, потому что можно и месяц обсуждать, и два обсуждать, можно неделю обсуждать. Но вопрос, а обсуждать что? Когда я говорю, что у кого отняли, я аргументов не услышал в обсуждении, в том числе и на комиссиях. Потому что эмоции, да, видение, да, но на мой взгляд, все, что говорится, незнание темы, незнание законодательства, не зная, какие документы как проходят в рамках действующего законодательства. Поэтому я и коллегам, в том числе, просил, вы когда высказываете позицию, вы предмет изучите, про что идет речь и что вы вкладываете в свою аргументацию. На прошедшем же заседании Гордумы депутаты приняли и новые положения о реформированных комитетах. Против голосовали также только двое из народных избранников – Олег Комаров и Адель Славутин. Программа капремонта 2019 года снова на грани провала. В этой проблеме есть как необъективные, так и вполне объективные причины. К последним, пожалуй, можно отнести то, что чиновники и депутаты, которые год, бьются над дилеммой, как ремонтировать дома-памятники. С ними не желают связываться подрядчики. Стоимость восстановления таких объектов значительно превышает цену на работы в обычных домах. Есть еще несостыковки с законодательством. За всем этим стоят люди, которые продолжают существовать в исторических хибарах, исправно платят за капремонт, но обещанных и прописанных в различных планах работ не видят. Есть ли выход из этого тупика? В этом пыталась разобраться наша съемочная группа. Идешь по Киселево, смотри под ноги, а вдоль дома 56 на Вольской смотри вверх, а не то кирпич, голова попадет. 20 марта здесь поехала стена, за ней крыша, а теперь и голова кругом у замдиректора управляющей компании «Восток». Еще с весны Елена Кочеткова не может решить вопрос, как заделать эту брешь в здании. Дожди она выдержала, но скоро туда начнет заметать снег. Некогда доходный дом Малышева теперь расходует больше, чем должен приносить. Обратились в организацию за обследованием объекта. Там выставили счет 85 с лишним тысяч рублей. Одним словом, око видит, а ремонт не имет. Мы собрали общесобрание собственников, рассказали им ситуацию, что необходимо собирать денежные средства для того, чтобы хотя бы провести обследование, составить проектно-сметную документацию, чтобы дальше решать вопрос по ремонту. А вот по ремонту, вы знаете... То есть 85 тысячи только обследований? Это только обследование, конечно. Это только делают обследование. А после этого еще сам проект, который от 100 до 150 тысяч, как минимум. А затем уже сами эти работы, сколько они будут стоить, сказать даже не могу, потому что мы не сталкивались именно с проектно-сметной документацией по историческому фонду. Если брать среднюю, например, по простому фонду, там можно среднюю вывести в пределах 1700 квадратный метр кладки. Ну, какие здесь будут работы, я даже сказать не могу. 56-й дом Повольский включен в краткосрочную программу фонда капитального ремонта еще с 2017 года. Как уверяет Елена Кочеткова, работы так и не проводились. Видимо, помешал особый статус здания. Если перестелили хотя бы кровлю, то со стеной таких проблем бы не было. Сейчас в Управлении Востока еще 59 многоквартирных домов с пометой объект культурного наследия. Есть список объектов культурного наследия. Есть список вновь выявленных объектов культурного наследия. Центр Саратова. На какой многоквартирный дом не ткни, обязательно историческое здание. И объединяет их одно. Кто же их теперь отремонтирует? Ведь они же памятники. В Управлении по охране объектов культурного наследия дают понять, что таких многоквартирных домов аж 800. Глава ведомства Владимир Мухин не видит проблемы на стыке необходимого ремонта памятника фондом капремонта и действия федерального закона, регламентирующего любое вмешательство в личную жизнь исторических зданий. Такие работы, как ремонт объекта культурного наследия, они предусмотрены. Наверное, реставрационных работ фонд не может финансировать. Это опять-таки нужно задать вопрос фонду. Но ремонт есть и у фонда капремонт, и у памятников есть тот же самый ремонт. Соответственно, если мы видим, что там работы направлены только на ремонт, а не на реставрацию, мы оформим необходимые разрешительные документации, выдадим. Единственное условие здесь, их два. На объекте культурного наследия работает, соответственно, лицензиат и, соответственно, историк культурной экспертизы. Но опять-таки, здесь сразу хочу пояснить, что на противоаварийные работы и на работы, связанные с поддержанием объекта устанавливаемого состояния, та же замена кровельного покрытия на здание, если крыша не является предметом охраны, эти работы можно проводить без историк культурной экспертизы, на то есть разъяснительные письма Минкульта России. Как говорит депутат Леонид Песной, несостыковка требований жилищного кодекса по капитальному ремонту многоквартирных домов со статусом памятника и нюансы закона об их охране лежат на поверхности, но решиться может только на федеральном уровне. Я думаю, что первично все-таки то, что наличие статуса МКД и статуса объекта историк культурного наследия нереально с практической точки зрения. Потому что как бы эффективно не работали структуры по охране, они не могут понудить собственников, это неопределенный круг лиц, хотя он известен по фамилии, принять те решения, которые необходимы на практике для того, чтобы объект находился в нормальном состоянии. Хорошо, когда есть какая-то структура, бюджетное учреждение, которое там на правах оперативного управления, хозяйственного ведения имеет ассигнование бюджетное, поддерживает, проводит весь комплекс мероприятий и дом в нормальном состоянии. А вот как раз МКД на сегодняшний день у нас и вызывает большего опасения. В фонде капитального ремонта от обсуждения темы планов на работы с такими объектами и количество отремонтированных домов памятников уклоняются. Директор Вера Прохорова это уже шестой по счету руководитель организации. Из проделанных работ она вспоминает лишь опыт предшественников. Ну вы же сами про них писали, вспомните, в Московской, когда мы в судах сидели с Кавуэцем, это те единственные дома и все. У вас же было очень много публикаций по ним, помните? Да, конечно. То есть это вот то, что делалось, если они изменяют мне память, это было... 16-й год. Региональное министерство строительства поясняет, сейчас в краткосрочную программу капремонта включено 436 многоквартирных домов-памятников. Работы нужно сделать до 2020 года. Но программа явно не будет выполнена, опять же, учитывая прошлый опыт. На сегодняшний день ремонтная работа по ним не проводится, потому что это не капремонт, это идет уже восстановление архитектурных памятников, поэтому немножко это сложнее. Была попытка ремонта порядка 12 домов по Московской улице, памятники архитектуры, начались вопросы с ФАС именно из-за статуса этих домов. И на сегодняшний день фонд пока их не ремонтирует больше. Но, как говорит Владимир Мухин, проблема еще и в том, что на конкурс для выполнения работ по заказу фонда за последние два года не заявилась ни одна организация. И дело тут не в статусе домов, а в низких расценках на сложные работы. Были у меня на приеме граждане, и я им объяснял, что если завтра с вас этот статус снимут, будет ли проведены работы на вашем объекте. Они тоже сомневаются, потому что физическое состояние или техническое состояние объектов иногда не позволяют за те средства, которые есть, провести полный объем работ. Здесь, скорее всего, нужно говорить о наличии дополнительных средств на проведение этих работ. Вот это будет правильно, наверное, а не говорить о том, что есть статус, поэтому работы проводить нельзя. Возможно, не хватает на это средств. Пока же Леонид Песной ведет настойчивую переписку с Государственной Думой. От ее дальнейшего решения будет зависеть в том числе и облик нашего города. На региональном уровне мы пока находимся в тупике. При этом ситуация усугубляется тем, что идет постоянно поток жалоб. Реагируют, конечно, прокуроры, обязывают фонд судиться, с фондом обязывают делать капитальный ремонт, фонд не может. Ну, поэтому пока тупик. Если так пойдет и дальше, то на Саратов не хватит и материала, из которого делают баннеры с изображением более достойного состояния ветхого жилого фонда. Жуткое убийство в Ленинском районе всколыхнуло Саратов. ЧП в доме на улице Вишневая поразило своей жестокостью. Более сотни ударов ножом оборвали жизнь 18-летней девушки. Об инциденте рассказали федеральные СМИ. Убийца, ровесник погибший, учились в одной школе, жили в одном доме, в соседних подъездах. Цена конфликта – 2300 рублей. Об этом конфликте знали, как и знали об угрозах, которые сыпались в адрес погибшей. Но почему-то никто к этим угрозам серьезно не отнесся. В этом страшном подъезде мы побывали на пятый день после трагедии. В память врезалось не только фото погибшей девушки, но и до сих пор никем не убранная засохшая лужа крови, следы на стене и ступеньках. И по ним как-то буднично и отстраненно ходили люди, те, кто жили рядом с Катей. Но, как водится, никогда ее не видели и ничего не слышали. Вы знали эту девушку? Не знали? Я рада. А вы на каком этаже живете? Она на седьмом. А я на девятом. А, на девятом. А вы ничего не слышали в пятницу, когда все это происходило? Нет. Эту парню я не видел. И девушку я, может быть, один-два раза видел. Поэтому я вам ничего не могу сказать. Зашла одна, я на нее накинулся. Я стал наносить живое ранение в шею, в корпус. У меня не было цели именно насладиться этим. Я просто ее бил, пока она не отключится. То есть пока не будет движения. У меня была цель именно убить. Даже видавших виды следователей поразило хладнокровие, с которым студент-убийца рассказал о том, как наносил удар за ударом своей подруге детства, якобы за то, что не отдавала долг в 2300 рублей. Хотя из переписки в соцсетях понятно и то, что не меньше денег его злило молчание девушки. Ее полный игнор. Далее цитата. Я тебя спокойно попросил вернуть долг. Надеюсь, что у тебя есть совесть. На что ты не удосужилась ответить даже одним словом. Теперь я, конечно, понимаю, что ты меня в грош не ставишь. И я не могу нормально жить после такого. Писал своей жертве незадолго до трагедии Евгений. Однако всерьез агрессивную переписку в сетях никто из друзей и знакомых молодого человека не принял. Возможно, от того, что сети уже давно превратились в источник агрессии. И буквально кишат подобными роликами. В таком жанре главное не декорация, а сюжет. А он обычно не отличается оригинальностью. Все сводится к избиениям, унижениям, а зачастую и к жестоким убийствам. Подростки и молодые люди смотрят их как кино и как руководство к действиям. А когда что-то подобное случается в собственном доме, пытаются объяснить, почему у их друга, соседа, одноклассника вдруг отказали тормоза. И, как правило, не находят ответа. Я его видел, но я, естественно, с ним не дружил, но я его видел, конечно, несколько раз. На вид он, в принципе, нормально оказался. В моей школе еще учился. Ну, не знаю, может, в отношениях там что-то у них сложилось. Ну, мне кажется, что нет, не деньги. Даже если она должна два миллиона, должна была бы все равно не повод убивать. Хорошая, общительная, девочка добрая. Но она ни к всем относилась хорошо. Он учился в вашей школе, да? Да, но он, типа, всегда избегал каких-то-либо разговоров. Для меня это дико. В любом случае, даже если тебе человек не отвечает, такое делать. Я когда узнал, был вообще в шоке. Поколение «жесть» такой термин появился с недавних пор в лексиконе специалистов, которым порой тоже становится не по себе от подобных историй. Избыток негатива в фильмах, компьютерных играх и просто в окружающей жизни, умноженной на неокрепшую психику, могут, по мнению психолога Сергея Саратовского, в определенных ситуациях сыграть с молодыми людьми злую шутку. Со своей стороны, могу только сказать, что у этого человека есть какой-то ведущий мотив, который подчинено его поведению в определенные моменты. Причем во всех других ситуациях он может вести себя абсолютно адекватно. И мы с вами видели, насколько хладнокровным был его рассказ о деянии, который он совершил. Это говорит о том, что подготовка шла целенаправленно, тем более, что угрозы в адрес девушки поступали. Он предупреждал и, в принципе, четко формулировал то, что он планирует сделать. Если наносится множественный удар, значит, в это время идет вымещение какой-то обиды на человека. И уже даже несмотря на то, что он не подает признаков жизни, процесс продолжается. И, насколько я знаю, он вернулся и для того, чтобы убедиться в том, что действительно все, что им было запланировано, совершено. Если бы ситуация развернулась несколько иначе, то есть девушка вышла бы на диалог или кто-то отреагировал из ее окружения, может быть, вовремя обратились в соответствующие органы, то, конечно же, ситуация могла разворачиваться совершенно по-другому сценарию. Добавим, что однокурсники молодых людей пообщаться с нами не захотели. Юридический институт адвокатуры и правосудия Саратовской академии права, где на втором курсе учился Евгений, встретил нас с забором с колючей проволокой и такими же колючими фразами его студентов. Мы не хотим давать комментарии. Нет, мы не хотим разговаривать. А почему? Ситуацию мы знаем, но комментарии хотим давать не хотим. А в саратовском техникуме отраслевых технологий, которые заканчивала Екатерина, добрых слов в адрес убитой девушки не нашлось ни у однокурсников, ни у преподавателей. Вы чего тут стоите? Я знала ее хорошо, но я не буду про него. А почему? Мне нужно разрешение директора, мне нужно разрешение руководителя. Руководь? Про девочку, которая поделилась. С какой стати? Вы чего тут стоите? Уже нет, зачем вам это надо? Сегодня подозреваемый студент Академии права заключен под арест. Его ждет судебно-психиатрическая экспертиза. Процедура непростая, рассказал нам главный врач областной психиатрической больницы Александр Паращенко. И зачастую открывающая самые неожиданные стороны человеческой натуры. Очевидно, это его версия. Он пришел, чтобы где-то... Деньги-то забрал хоть, не забыл? Я думаю, что нет. Ну, вот и я тоже так думаю. Скорее всего, это просто страсть к убийству. Страсть. Такие вещи бывают. Они бывают в основном у психопатов. Бывают и у людей психически больных тоже. И еще, вы не коснулись еще одного, одной темы, которая здесь важна. Это мотив, мотивация. Например, все знают, и криминалисты, и психиатры, и психологи, о том, что, как правило, насильниками становятся мужчины, обиженные женщинами. Как известно, мужчина – это не очень крепкие, так сказать, существа. Не всегда у него все получается в жизни, особенно тогда, когда очень хочется. И тогда, вот когда женщины начинают над ним смеяться, они становятся его врагами на всю жизнь. По всей видимости, были два несчастных человека. Один знал, что он несчастный, потому что он чувствовал себя лишенцем. А вторая была несчастная, потому что этот лишенец, очевидно, может быть, даже и влюблен в нее был. Она этого не знала. В ближайшее время специалистам и следствия предстоит разобраться в том, что стало основным мотивом этого страшного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. У саратовских водителей настали непростые времена. На этой неделе в областном центре начал работу сводный отряд ГИБДД. Сотни дорожных полицейских со среды патрулируют улицы, выявляют нарушителей дорожного движения. С инициативой усилить работу автоинспекторов в областном центре выступил глава региональной полиции генерал-лейтенант Николай Трифонов. Как итог, в Саратов подтянулось подкрепление из разных районов области. В среду, в первый день работы сводного отряда, к дорожным полицейским присоединилась наша съемочная группа. Центр заводского района, проспект энтузиастов. Место дислокации выбрано не случайно, недалеко отдел полиции, чтобы доставлять наиболее злостных нарушителей. Такого скопления автоинспектора в городе не видели давно. Причина усиления резко ухудшившаяся ситуация на дорогах. С сегодняшнего дня на территории города Саратова создан так называемый сводный отряд. Состоит он из сотрудников полка ДПС по городу Саратову, а также приданных сил с районов Саратовской области. Всего в сутки на дороге нашего города выходит более стаи экипажей полка ДПС, которые привлечены работать в направлении выявлений правонарушений, нарушений правил дорожного движения, а также в целях профилактики дорожного травматизма, так скажем. Связано это с тем, что у нас увеличено число аварий, которые произошли на территории нашего города по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У нас уже на территории города, начиная с января 2012 года, пострадало свыше 950 человек. Они получили травмы различной степени тяжести в дорожно-транспортных происшествиях. Еще 28 человек погибли. На энтузиастов дежурят инспекторы, которые в том числе приехали в Саратов из Булакова. На наших глазах задерживают излишне затонированное авто. Водитель прячется от камеры в автомобиле, на месте пытается устранить нарушения. Еще один любитель тонировки попался прямо напротив администрации заводского района. Водитель утверждает, что уже купил затонированную машину. Сотрудники выявляют абсолютно все нарушения правил дорожного движения, начиная с самых незначительных, таких как, например, непристегнутый ремнем безопасности водителя, либо его пассажиры, либо разговоры по мобильному телефону во время движения. И также водители, которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то есть и грубые нарушения, рейд тоже захватывает. Так, непосредственно здесь мы поработали по автомобилям, которые не подходят по техническому регламенту безопасности дорожного движения, согласно которому светопропускаемость лобового и передних боковых стекол должна превышать 75%. Но устранение нарушения тонировщикам дают сутки. Если в течение последующих трех месяцев автолюбитель снова попадется на тонировки, то его привлекут к административной ответственности за невыполнение требований сотрудника полиции. За этот проступок можно получить арест сроком до 15 суток. Работа сводного отряда в Саратове продлится как минимум до конца недели. Первые итоги впечатляют. О них на заседании гордома доложил начальник саратовской полиции Андрей Чапурной. Сложная оперативная обстановка на территории города по линии безопасности дорожного движения, поэтому начальником главного управления Леводоруссии по Саратовской области Генерал-национерной полиции Трибово Николай Ваняшин принято решение создать слонный отряд. Но могу сказать, что свыше 1300 административных правонарушений было выявлено за день проведения вот этих мероприятий. Раскрыто. Задержано было 6 лиц, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного пьянения только в дневное время. Лицо задержанное, которое подпадает, которое повторно уже управлялось в состоянии обвинения сегодня возбужденного уголовного дела по статье 264. Задержанное лицо, которое в состоянии алкогольного пьянения угнал машину, что не имеет навыков управления, такое ему бы принести это понятно. Задержанное сегодня возбужденного уголовного дела по уголовному. Материал передали в следственный комитет, следственным органам по даче взятка за лицо, которое задержалось в состоянии алкогольного пения, предложил в УДПС денежное вознаграждение, соответственно, был задержан. Сейчас вопрос решается о возбуждении главного дела. По мнению Андрея Чапурнова, транспортная дисциплина в Саратове хромает. Создание сводного отряда и его работы в областном центре призвано ее поднять и привести особо расслабившихся автолюбителей в чувство. На этом все. Встретимся через неделю. Надеюсь, она подарит нам массу интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова